Всем добра, с вами Александр, это канал Alexis Reaction, и сегодня посмотрим видео о других исполнителях, которые отзываются хорошо и лестно о шамане. Действительно, такие есть, и их много. Всех, конечно же, я сейчас не перечислю, а посмотрим некоторые видео, вот, ну, а после, возможно, будет и вторая часть, посмотрим уже и другие, если я, конечно же, найду у себя в арсенале такие. Действительно, я эти видео видел, и много кто хорошо отзывался о шамане. Ну, а сегодня приступаем и смотрим мы вот эти видео, ну, а после уже комментируем. А как вам такой молодой исполнитель, например, как шаман? Шикарно вообще. Почему? Да, с точки зрения профессионала, он очень хороший вокалист и артист. На колени что-нибудь быстрее, на колени, на колени. Нас ветром сдувает. А с шаманом хотели бы совместный трек? Если будет такая песня, да, в которой нам было бы удобно вместе спеть, конечно. Вот такие вот отзывы о шамане в этом видео, и в самом конце, если промотать, то там тоже есть кое-что посмотреть, и сейчас мы это взглянем. С кем покататься мне на сапах из артистов? Кого позвать? Походить на сапах. Давай шамана возьмем. О, а давайте обратимся. Расслаб. Мы тут про тебя говорим. Хорошие вещи, кстати. Если ты еще не ходишь на сапборде, я готов тебя научить. Мы готовы тебя научить. Мы готовы. Вы пойдете с нами? Конечно. Я, вы и шаман. Ну, кто-то должен же учить, ты еще не научишь пока. И шаман, готовься. Олег Газманов бросил тебе вызов. Ну, не вызов. Пригласил. Зачем? Пригласил на личный мастер-класс. От такого отказываться точно нельзя. Артисты, ну, а вы тоже готовьтесь, потому что для вас у меня приготовлено еще много экстремальных развлечений. На этом мы пока прервемся и следующее видео тоже сейчас посмотрим. Что ж, хочу сразу, чтобы не забегать далеко, потом все это говорить, давайте по кусочкам все-таки расскажем и по полочкам, кольца, разложим. Олег Газманов хорошо поддерживает шамана на протяжении всего времени и были совместные какие-то проекты. Есть совместный проект, сейчас у них родники и они вместе в нем присутствуют. Вот, также вместе были на одной сцене и Олег Газманов давал исполнить свою песню. Мы ее хорошо помним, какую песню вы пишите в комментариях, конечно же, такие. Вот, и посмотрите, действительно, это видео очень хорошее, вам понравилось, поэтому ищите, ищите песню Олега Газманова в исполнении шамана. Я думаю, все об этом знаете и в комментариях напишите. Вот, ну а мы, что еще хочу сказать, ну опять-таки, был приглашен шаман в конце, но, по крайней мере, то ли из-за плотного графика, то ли еще по каким-то иным причинам. Остальное видео я не видел, чтобы он на сапсерфах плавал шаман, но было бы, наверное, интересно тоже посмотреть вместе с Олегом Газманом, как это все происходило. Хорошо, что поддерживают шамана и много кто поддерживает, забегу вперед, сразу скажу, что в конце могу где-то подзабыть. Также поддерживает его Валерий Кипелов, насколько я знаю, хорошие отзывы говорили о шамане и поддерживает его. Также и Григорий Лепса, Александр Маршалл, также Николай Расторгуев. Это вот, кого я вот так вот вспомнил и сказал. Если вдруг что-то о кого-то вы еще вспомните, тоже пишите, оставляйте комментарии, будет очень приятно почитать. И посмотреть, возможно, такие видео, если есть какие-то у вас и видео, тоже скидывайте мне и в ВК, и я буду с удовольствием их пересматривать вместе с вами. Ну, а я думаю, не стоит затягивать, сразу переходим, смотрим следующее видео. Кстати, Ярослав Дронов, он же шаман, на моем концерте, концерт назывался «55 лет на сцене», очень круто спел песню «Эскадрон». И хочу вот ему сказать, ну не ему, а вот сказать, что он здесь надолго, я уверен, а не просто выскочил и так далее. Многие там, некоторые думают, что... Во-первых, во-вторых, песня «Эскадрон» очень сложная. Но у него такие данные вокальные, он легко с этим справился. Поэтому он молодец, пусть дальше действует. Ну вот как раз Олег Газманов похвалил опять-таки шамана, и пока что с Олегом Газманом пока что все. Возможно, есть еще какие-то видео, это будет уже в другом видео. Ну и вам опять-таки подсказочка. В этом видео смотрите, какую же песню исполнил шаман. Ну, вы все знаете, да, я сразу скажу, да, это «Эскадрон». Замечательное выступление было шамана. Два раза он ее исполнял на сцене, и два раза было просто на ура. Очень хорошо просматривалось видео у меня на канале как раз «Эскадрон». Первая вариация, когда он первый раз исполнил. И действительно, это был сюрприз для нас. Это была замечательная композиция, которая прозвучала из уст шамана. Это было просто что-то. Это был фурор, это был праздник. Для меня был действительно праздник, когда я услышал эту песню в исполнении шамана. Потому что вот такие вот песни, кто-то когда исполняет, редко когда кто-то дает право исполнить ее там полностью. И присутствуя, причем рядом с ним, Олег Газманов был как раз, был это вечер Олега Газманова, было предоставлено исполнить шаману эту песню. Было вау. Если кто помнит, пишите комментарий, конечно же, это действительно очень шикарнейшее выступление было. Посмотрите обязательно, вспомните, посмотрите обязательно. «Эскадрон», «Шаман» у меня на канале. Ну, а я думаю, что не стоит сейчас затягивать, просто приступаем к следующему видео, переходим к нему и смотрим. У нас еще два видео впереди, поэтому крепитесь. Будет интересно, будет жарко. А певца-шамана можно назвать конъюнктурщиком? «Певец-шаман, во-первых, потрясающий певец. Так, петь попробуй, встань с дивана и поесть, спой, как он. А то, что он поет такие песни, которые трогают душу и цепляют. Ну, а почему нет? Что здесь плохого-то? Человек любит свою родину. Это что, конъюнктура?» Вы недавно заступились за певца-шамана и заявили, что артисты, которые не хотят с ним выступать на одной сцене, ему завидуют. Как вы думаете, в чем феномен шамана? Стал бы он таким популярным, если бы не рост патриотизма в России и СВО? У него уникальный голос. Ну, я вот сам пытаюсь этим заниматься много лет, хотя я себя не считаю там суперпевцом каким-то. Просто вот я как-то вот как чувствую, так и пою. А он, у него данные, ну так невозможно петь. Я просто ему говорю, что это очень и очень трудно, если у тебя нет к этому таланта божьего. Он поет от Бога, понимаете? Он певец такой. А то, о чем он поет, это его личное дело. Ну и что? Не нравится? Как Жванецкий хорошо говорил. Запах он чем хорош? Не нравится? Отойди. Не стой во всем этом. Ха-ха. Все это заслуга шамана, потому что он везде присутствует, он все это делает собственноручно, своими руками. Замечательнейший человек. Никто сейчас, наверное, исполнители, по крайней мере, вот так вот, как шаман, всем сам не занимается. Есть свои какие-то команды и делают, помогают ему. А здесь все на его собственных руках. Это большой труд, помимо того, что он не просто исполняет, не просто пишет, не просто аранжирует. И так же он и стилист, и все-все-все-все себе сам. Замечательно все делает, и нам очень нравится, потому что нам нравятся внешние шаманы. Не знаю, как вам, но у него очень шикарные костюмы. У него есть костюмы, где он переодевается, где он поет патриотичные песни. Есть костюмы, где он уже поет песни про любовь. Есть костюмы, где он поет про Россию. И действительно он переодевается и показывает нам замечательнейшие выступления. Причем с лазерным вот этим шоу, с красками, с яркими огнями. Это очень-очень классно все выглядит на этой сцене, где выступает шаман. Если это... Мы берем, конечно же, сольный концерт. Я полностью согласен с Александром Маршалом. Это прям все слова были очень точно сказаны. Прям вот в точку, как я бы хотел сказать. Но вот так бы я бы не смог сказать, честно скажу. Признаюсь. Вот. И у нас еще есть одно замечательное видео, которое я бы хотел тоже посмотреть вместе с вами. Это не касается уже наших звезд и наших исполнителей эстрады, а просто выступление шамана, которое было реально и которое, соответственно, вы сейчас посмотрите. Действительно, сделайте акцент. Посмотрите, вдруг кто-то еще до сих пор этого не видел и сейчас посмотрит и скажет, вау. Вот. Очень интересно получилось. Но я с вами не прощаюсь, поэтому после этого будет видео еще немножечко комментариев. Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ура! 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 Давайте еще раз вот это сделаем. Моя Россия! Потрясающе красиво! Те, кто перед ним винах, обратите внимание! Ура! 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 На этом мы прервемся, остановимся. Но саму песню я, конечно же, выложу вам в конце, после моих слов и комментариев. Замечательно выступает шаман, и его поддерживает публика, поддерживают его фанаты, поддерживают те, кто приходит на его концерты. Несмотря на какие-то вот такие моменты, неоднократно не случается у шамана, и действительно очень хорошо его поддерживают. Да, и он очень хорошо исполняет вживую, то есть мы всегда видим, что он исполняет вживую, никакой фанеры при этом не присутствует, всегда поет своим голосом. И это действительно чувствуется тоже, потому что мы чувствуем его, и в его песнях чувствуем его голос, чувствуем его интонации, эмоции. И каждый вот этот вот куплет, каждую нотку мы чувствуем, переживаем вместе с ним, так как переживает шаман. Так как он делится этим с нами. И это шикарно. Не просто нужно иметь голос хороший и просто хорошо спеть, а нужно еще это при этом чувствовать, и действительно вот жить этим. Это немаловажный момент, потому что когда ты просто исполняешь хороший голос, послушал, да, хорошо исполнил, но это как-то не отложилось, не запомнилось, не впало в душу. Когда с душой поется, это совсем другая реакция, совсем другая эмоция. И шаман действительно очень хорошо исполняет. И заслужен он своего звания шамана. Действительно он настолько хороший шаман, что так влюбить в свое творчество, так нас зашаманить может только этот дорогой наш человек Ярослав Дронов. Замечательнейший исполнитель, замечательнейший артист с большой буквы. Я думаю, что каких-то больше слов добавлять не буду. Все, что вы думаете, оставляйте в комментариях. Я уже все сказал в предыдущих видео, в которых я неоднократно снимал про шамана. И здесь я тоже немножко сказал, потому что я сделал разбивочку и везде где-то сказал свои слова вставил. С вами был канал Alex Reactions. Чтобы не пропускать следующие видео, подписывайтесь на канал и не забудьте посмотреть до конца это видео. Причем я его запущу вам с самого начала. Ну а я с вами прощаюсь, прощаюсь до завтра. Увидимся скоро. Всем до встречи. Всем пока-пока. Какое короткое время мы с вами смогли все вместе создать в этом зале удивительную, замечательную атмосферу, домашнюю атмосферу тепла, любви по-настоящему родных и близких людей. И это безусловно целиком и полностью наша с вами заслуга. И сейчас я хочу спеть еще одну на этот раз лирическую свою песню, которая призвана как раз поддержать эту замечательную теплую и уютную атмосферу. И у меня будет к вам просьба. Если ваша душа просит подпевать, не стоит ее сдерживать, пойте смело. Тем более у вас, Сюмень, это получается гениально. Я уже слышал. А песня эта называется «Моя Россия». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Давайте еще раз это сделаем «Моя Россия» — потрясающе красиво. Те, кто в передних рядах, обратите внимание назад, какая красота. Батрончик, вы это можете видеть. «Моя Россия» — поела еще одно. В темной ночи никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать. И дарят свет места родные. В сердце не при этом знаю я все. А там, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко. Счастье порой нам кажется так далеко. Счастье порой нам кажется так далеко. А там, чтобы жила моя Россия. Что? Суды по такой реакции нам явно немного не хватило. Давайте еще раз припевчим. Маэстро. Там, где поет душа, Там, где легко дышать, И дарят свет места родные. Сердце нет преда, Там знаю я все, а там, Что бы жила моя Россия, Что бы жила моя Россия. Там принимают только в Тюмени, И больше нигде в этом мире. Спасибо, родные. От души.